А мы переходим к нашему последнему на сегодняшний день. Мы переходим к Мартине, к пані Мартине. Делаю сердечко. Пані Мартина Ходовська, она представляет направление театра, она инструкторка из пластики тела для актеров, в том числе для детей. Она является акторкой театра, педагогиней, грамадской деятельностью. Она основанная режиссерка молодежного театра, художник-директора аматорского театра «Пантаміми» Кампарсові. Мает свою методику театра терапии, основанную на багаторічном доступе. Співпрацює с многими товариствами, культурными центрах в разных местах Польши. И також вона сьогодні расскаже про свой опыт нам. И тема ее выступу звучит «Эстетичное вихование в польском молодежном театре». Доброго дня, дякую вам за запрошение на конференцию. О чем хотела бы вам сегодня рассказать? Прошула бы от слайду 3 до 10 в текущем моего говорения. Прошу, от 3 до 10 слайду там перегортати. Можна о мне дуго говорить, але chyba найважніша информация, которая тут для Państва є істотна, то то, що найлепше моє окреслення – то «научучел». Можна дуже багато чого розповідати про мене, але найкраща дефініція – то було б сказати, що я вчителка. Второй, трой і слайду. Дуже можу розказувати про тих, хто для мене найважливісті. Спробую починать від таких слов, які kierую мою працю. Спробую розпочати від таких слов, які проводжую мою працю. Наступний, наступний, наступний слайд. Наступний, наступний, наступний. Наступний. До 10. До 10, ну то jesteśmy. Навіть 12. Добре, добре. Так, як powiedziałам, дуже информации. Як powiedzieć те найважніші? Найважніші – то слайды, які будуть показувати polskі слова, з которыми się идентификує. Найголовніше – це наступні слайды, що будуть показувати такі полські слова, з якими якиму якби я асоціюю свою діяльність. Наступний слайд. Наступний слайд. Наступний. Наступний. Наступний слайд. Школа Талант. Syкова Талант. Полська Театр Аматовський. Полська Аматовський Театр. Наступний. Такая сцена – это «марение». Наша сала пробы выглядит так, как на этом zdjęтии. Это школьная пивница. Такая сцена – это «мрия» и влазне так выглядит наша сцена, где мы делаем репетиции. Это пивница. Это «подвал». На счастье знамы «магичные слова». На счастье мы знаем «магичные слова». «эстетика», «театр», «проба», «театр», «репетиция», «эстетика», «proксемика», «эстетика», «proксемика», «настепно». И эти слова зачаровали нашу салу. И эти слова зачаровали нашу кимнату. А, то дяки учням, родцикам, дыректорови, зналились мы место для театру в школе. Дякую. Учням, родцикам, мы зналились места для те идеи в школе. Полеiros. Деатрик suo можно分вать 먹고 в этом словом, без дидаскалиев. Это название моего спорта. Так называется МИ коллектив. Прошел бы о включение в фильм. Зараз включите фильм. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» 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 «…WE lieu ik» «Повернемося до презентаций» «Симон» «В chaosie współчасного свиата , teatralne wychowanie młodzieży ist koniecznością» У хвости современного света, у которой значение людское тело, театральное выхование молодой является обязательным. Я, как профессиональный инструктор из пластики тела, расскажу вам про роль мистерства, которое формует вечные каноны красы. Отже, освоение своего тела, сделанного инструмента, может быть серьезным выключением для дорослой детки, которая использует отручную, много задовольную. Это карта лубельских театров в Лубле. Отже. Отже. Как выглядит развитие таланты у детей младших по предшколе от 6 до 14, 19 даже лет? Какая ситуация с разведкой таланты у детей младшего века, после детского садка, от 6 до 14 лет? Наука заводов артистических в Польше отбывася в опартии о подставы программовые, окрещенные в Роспоредении Министерства Культуры и Дзидцитва Народного. Художные профессии в Польше выкладываются на основе навчальных программ мистерских профессий, вызначенных у регламенту, выданному Министерством Культуры и Национальной Спаршной Польши. Мистерские школы выкладывают за такими профессиями, актор цирку, актор музыкальной сцены, аниматур культуры, библиотекарь, музыкант, художник, танцорист. Числи меня то, что дети имеют доступ к артистических заводов, но мартфи меня брак театру на этой мапе заводов. Числи еще дети имеют доступ к профессии, но душе переживание, что тут нет школы для артистов. Приглаждающийся на мапе школьництва, заюважам, что едукация театрална не есть доступна для каждого. Говоря на карту освития культуры в Польши, бачусь, что театралная освита недоступна для всех. Повернемося на один слайд. Повернемося на один слайд. Повернемося на один слайд, так. Когда я начинал праце в своем заводе, я начал праце с детьми 12-13 летними. Когда я начинал свою працу, то была в мене репетиция с детьми, каким было 12-13 лет. То есть запис з моего памятника, з моего дзенника на этой стороне слайду. Початок театралной працы, праубы, млодзи не могли се хвыциц за рэнк, встыдзили се. То не пякно, поведели, то смешно. Початок театралной роботи, спроби, молодь не мала смеливости, им было соромно, хлопчик не мил взяти за руку дзвчинку. Це некрасиво, смешно казали вони. Где са млодзи актори? Наступне слайд, попрошу. Наступне слайд, де навчаються молоді актори? Функционую, очевидсьче, аматорские зеспојы театралны. Препошу, пані Мартино, от наступне слайду ми можемо ісць, так? Тобто ёсць, може ісць нормальне. Тобто від наступне слайду ми можемо іти, тобто вільно, як пані ще перегортує ці слайды, до дев'яностого, просто так один за одним, прошу гортати. Дякую. Дякую. Функционую аматорские зеспојы театралны. Млодзи адептів споткаме в домах культуры і в шкољах, подставовых і ліцеах. Існують аматорскі театралні колективы. Ми зустріномося з молодыми учнями в громадських центрах, а також у початковых та середніх школах. На жаль, це головне платне заняття. Це обмежує доступ до культуры діцям з бідніших родин. Діці з предиспоцьками акторскими, уталентовані акторско, якщо їх батки не приведуть до громадського центру, то вони підуть разом з діцелем. То влашне научыціј стајся першим інструктором театралным, акустиком і редактором. Люди нас ще вихове мистецтвом і через мистецтво. То ровніш научыціј по студиах подыпломовых будзе проводзіў в класах о профилу хуманистичным зайјча в вымиарзе двох годзін тигодниово. Ще також выкладачі аспирант, які проводацемо на занятиях з гуманитарних наук, дві години на тиджень. Мистецтві будзе провадати мистецтві занятия дві години на тиджень. Не всі ці выкладачі будзе цінувати практичні занятия, більші ніж теоретичні. Більшість буде прагнути провадати теоретичні занятия. Контакт дзецка з театрем ограничыся до обејрення кілку розззялів в ксиўцте, до написання рецензіј на јнзек ползіј. І тому контакт дзецтві з театрем може обмежуватися переглядом декілька розззялів з кнішки, біздам з класом один раз на выставу, то написання рецензіј на пиесу полською мовою. З огромна радощеј пригландамся, więc, аматорскєму театрові в Польске. Пасйонаци. Окей? То ми мені дуже подобаюце аматорскі театр у Польщі. Пасйонаци, фаховцы стараюся присягнути дзеці, млодзіж до театру. Бо сами там ентузиасти та професіонали намагаюця заучити підлітків до театру. Научыціле, инструктори проводзо зеспоўы, в которых млодзіж познај завод – актор. З моими акторами працюј јж шісты рок. Зі своими акторами працюј јж шісты років. И ефект цієї працю ми бачимо на слайдах. Знайомство млодзі з театралним мистецтвом є для инструктора аматора великою відповідальністю. Важный ест процес самокштаўценя, заровно теоретичного, як теж варштатового. Важливым е процес самоосвити, як теоретичний, так и практичний. Вілю з нас, польских научыцели, подејмуј студия подыпломове, щоб научијся незбедних практичных умієтностей. Багато з нас, польских театралних вчителів, займујся після дипломною освітою, щоб отримати необхідні навички та знамена. Я укоњчујам студия подыпломове в закресі артистичной формы едукации руховой. Я закинчула після дипломною керунек. Препрашам, ёсче раз, якомсь я там называм? Артистичне формы едукации руховой. Артистичні формы выховання руху. Взорце выховання естетичного в театре руху. Заразки естетичного выховання в керунку театралного руху я отримала, коли была акторкой театра пантомимы. Зараз хотелось бы показати трохи такой театричной базы. Два подставове ујча kwestии выховання пресштуке замешча в своих ксюшках пани Ирена Војнар. Ирена Војнар представляј два основни пидходы до проблеми освити через мистецтво в своих книгах. То ксюшки «Теория выховання естетичного и сштука како подрэчник жыця». Це теория естетичного выховання та мистецтво как до видных жыця. Мовиўў-та што како икона театру руху полськего. Про це також мувил јм Ангенрик Томасевски, це така икона театру в Польщи. Хендрик Томашевский говорит, что для меня мистерство поединяет с понятием красы и я не могу все разразуметь иначе. Это человеческое тело в моем важном ощущении является коронацией всего, что создалось. В человеческом теле в его выразе есть только красы, что деформировать его значило в моем рассуде сделать кровь на природе. Свидомость истотной роли выхования эстетичного была также импульсом до списания фрагментов лекций Пантомима. Свидомость истотной роли эстетичного выхования в процессе навчания была импульсом для создания и запись фрагментов уроки Пантомимы такой книжки. Сыр они использованы на учебниках высших, но также, как Państwo видят, в школьнице нижнем аматыри используются. Эту информацию используют в высших навчальных школах, но, как Вы видите, это также используются в таких коллективах аматырских. Козловский спопуларызовал погланды Хенрика Томашевского, публикующим оценность актера. Козловский популяризовал думки Хенрика Томашевского. Подставовая засада у Пантомимы есть действие абсолютным гестом и образом. До этого тоже вмешаю в моем театре. Подставовая засада, принцип в театре, это работа с жестом. И этим я занимаюсь в своем театре. Важны są эмоции. Важны… 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 Важны. Важны… Важны… и намастерни формы мы забываем о проведении в диле обудования эмоционального фундаменту. Лектуре эту, уважам, за ценную терминологичную. Важаю, что цехнега я дуже важлива за стороны терминологии. Инструктори могут, dzięki завартим там всказовкам, уświadomiть sobie роль выхования эстетичного в театре руху, kontrolовать, мodyфиковать методы и нарзэндия працы. Инструктори могут не только освидомить себе роль руху, но также контролировать это и вживать в методичном, в своей праце. Наступный слайд, попрошу. Наступный слайд, попрошу. А это работа театру, который контактует с нашим театром. Это работа театру, который співпрацует с нашим театром. Это фундация, которая делает спектакли специальные для детей, которые приходят в школу. Это фундация, которая делает театры специальные для детей, которые приходят в школу. Это наши приятели. Мои актори видят, что когда-то в прошлом могут тоже так работать. Мои акторы также видят, что в будущем должны также смогут так работать. Если не станут акторами, может, станут аниматурами. Если он не станут акторами, то может, станут аниматурами. Наступный слайд. Наступный слайд. Наступный слайд. И наступный слайд. То по-польску одна из выповедей очень важная. Польская мова – это очень важный, важный выраз. Написал это 15-летний человек. Это написала 15-летняя людина. Подсумевая свои思ления, хотелось бы обратить себя именно до этой выповеди. Хотелось бы повернуть себя до своего выраза на закинчение своего выступа. Молодец суgerала, что, чтобы достичь пятно, нужно первое, о соответствии с правильностью, и удовольствием видеть пятно. Можно только тогда узнать, когда поровнует себя до чего-то уже знаного и уделяя это в таких словах. Человек, который не старася досконалить, не потрафи доценить, зразуметь створенных przez артистов dzieл. Доброе. Молодец сказала, что, чтобы спозрегать красу, надо перед всем отвечать вразливостью до нее. Завидность бачения красы появляется только тогда, когда ее умение распознать и приревнять до чего-то, что уже раньше стало введомым. Створение чего-то красивого требует работы. Власне, створение чего-то красивого требует работы. Наступний слайд. Запытаłam най-важнейшего для меня крытака, что есть пенькное в театре. Я запытала у най-важливейшего для меня крытыка, что есть красивое в театре. Наступний слайд. Наступний слайд. Критик ответил. Дякуємо. Дуже вражаюча презентація, така знистовна. Чи подізналися про театр? Я перепрошую, я одразу скажу, що, бо як ми приготувалися до цього виступу, пані Мартина розуміє все українською. Якщо вона щось не зрозуміє, то я перекладу, але я буду зараз перекладати лише пані Мартини, бо вона все розуміє українською. Добре, дякуємо. Пані Мартина, перше таке питання, можливо, воно складне, але, можливо, ви зможете дати на нього відповідь. Воно стосується вашої роботи з неповносправними акторами і також дітьми. Якщо у вас є досі працю з особливими людьми, дітьми, ми могли б поділитися, як саме це відбувалося. Добре, я просила бым wrócić до слайду, добре, ponieważ на слайді є там troszeczkę фотографії dotyczącej tej праці. Мови я, который слайд. То бенде слайд. Сестьдесянт, сьедемдзесянт. Семддесянт. 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 Препрашам, бо јаде по суваку. Около осемдзесянт. Там, jesteś осемдзесянт треці, другий, треці. Семддесянт треці, другий слайд. Там є трохи информація. Перший. Трохи информація відповідь, для відповіді на це питання. Вісімддесянт другий, треці. Праце з непељносправними акторами зачајам ўж на студиах. Працу з непељносправними, члі з дзіцьми, які мај проблеми, вже розпочаљла, коли јавчулася в университетчі. Тоді называло то си јсче «интеграцја». Тоді ще це называлося «интеграцја». Тераз в Польсце называся то, так як на тем слайдзі, «инклюзја непељносправних». Тоді ще в Польсце це называеце «эклюзја инвалидів». А, бо непељн… Чодзі о вўончане, ўоўчене środовиск. Бо справа йде про те, щоб долончити, щоб дојднати цих дзеј, цих людей до інших. Праце зачаљам з непељносправними в институціі формалнеј, при театрі Остерви в Лубліні, reperтуаровым. Рептуаровым. 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 Рептуаровым, таким, пајствовым. В Державному театрі в Лубліні розпочаја працу з такими людьми. При театрі функціонувала група артыстів непељносправних. В театре была такая группа артистов с инклюзией, которые играли в театре, с профессиональным театром Хамлета. И они могли свои авторские спектакли. Я работал в этой группе через 3-4 лет, как инструктор пластыки цела, пантомимы элементов пластыки цела. Сейчас я делаю такие masterclassы и учу своих актеров, чтобы они также входили в это средство. В 74-й слайд, в 4-й, в 84-й. Что подчас ферии, то есть прерва зимовая? В часе зимовых каникул. Мои актеры, 10-сообовая группа, несколько лет назад. Мои актеры, эта группа, это 10 актеров, они педлитки. Приехали за мной, как волонтариусы, чтобы проводить занятия с несправными дорослыми. Они приехали, как волонтеры, с панем Мартином, чтобы проводить занятия с детьми, даже дорослыми. Я пытаюсь также делать все, чтобы аматеры выбрали. Или они будут хотеть работать с такими детьми, в таком направлении. Уважаю, что только через беспосредний контакт с этим средством можно мудро выбрать. Идя на студию, они уже готовы. Или им это понравится, или нет. Важаю, что благодаря такому контакту они уже могут принимать такие решения. Когда они уже будут идти в университет, учиться, то они уже будут понимать, если они хотят, или не хотят работать с такими людьми. Дякую. Дякуємо, пані Мартина. И еще таке запитание. Скажите, какие спектакли в вашем репертуаре и за какими литературными джерелами действуются постановки? И, может, еще как уточнение, чьи вековые группы у вас, ну, с детьми, с которыми вы работаете? Это одна группа, где и более меньшего, и более старшего века дети, они работают вместе? Или есть какая-то дифференциация на молодшую и старшую? С молодшими детьми я работаю, когда есть возможность, когда каникул. Сауто группы, которые продукуют, робят конкретный спектакль? Сауто группы, в которых мы створим конкретный спектакль? На потребы какого-то хаппенингу, свято. Коли мы можем, как бы, на вымагания, то есть хаппенинг, какое-то свято. Но главным моим действием есть группа аматурская, которую проводят 6 лет. Но главным моим действием есть группа аматурив, это группа, как бы, такой коллектив аматурив, который я уже в душе строке. Называется Бездидаскалиев. Ця группа называется Бездидаскалиев. И это группа, которая в своем репертуарже ма мою авторские стуки, маиспированной поэзией и прозой польской. И ця группа ма мои авторские утворы, какие я створила под вплывом польской поэзии и прозы. Если сдожимы, то могу еще один фильм, который маиспированной прозой Плазки, там есть 2-3 минутки пусть, но если сдожимы. Если мы можем ввимкнуть фильм, такой короткий, 2-3 минуты, 2-3 минуты. Альбо умею еще линк для паинства, бо был сейчас на фестивале в Киеве, этот спектакль. Альбо просто дам ссылку на тот фильм, и вы могли бы поделиться. По часу мы трошки уже сьогодні перебильшили наш тайминг, регламент, но, Мартино, мы попросим линк под вашим постом в Фейсбуке, и те вопросы, которые до вас, и посыл, и линк выстав, мы тогда разместим, чтобы люди могли поделиться. Еще таки... Почекайте трошки, просто якраз в тему те питания, яке было с Фейсбуку. Хотелось бы запитать у пані Мартини, как вона относится до занятий театральным мистецтем, або театральным вихованием с раннего века, 6-8 лет. Потому что есть такая думка из-за того, что это нужно начать позже, как ее отношение до самого начала, когда можно уже начать заниматься театральным мистецтем. Идеально было бы как највчешней. Краще было бы как најрненьше начать работу с детьми. Найцудовней бы было, когда бы это были годины в сядке годин, и когда бы это проводили и фаховцы. Было бы очень хорошо. Как бы такие занятия были бы уже в рамках загальної системы освіти, и эти занятия провели бы профессиональные люди, профессиональные. Програмы. А скажите, пожалуйста, о том, что выражение с приводу класса. Например, сколько выкладчиков и какого фаха работают, зокрема, в классе пантамимы. Я так зрозумела, что про пантамиму было спочатку. Какие фахи? Мој зеспој ест зеспојем аматурским и та група працаваа зе мној и з трьма инструкторами. Мој коллектиј аматурский, но мујн працаваў зі мној и ще з трьома инструкторами. То буј инструктор таўца давного, дворскего. Таўца якего? Давный, дворский. Аха. Цэ буј инструктор давного таўца. Инструктор комедии дел'арте. Инструктор комедии дел'арте. Я од пантамимы класичной, инспированыј творчојциј Марсела Марсо. Й од пантамимы инспированыј творчојциј Марсела Марсо. И хореограф класичный, который ма выкштаўцениј танцерзе. И хореограф класичный, який мај освиту хореографа, танцора. Але працјјтејтејцьми над гласем, над дыкцјј. Вцчам элементы поези, чтобы мај апарат резонацијны теж роспичан. Аме над поезјјј, то включаю им вірші, чтобы они працјували над дыкціјј, над апаратом. Було ще такое питание з приводу занять з логопедом. Наскільки відома в театральних школах особлива увага до синічної мови? И чи є такі у вас фахівці, які саме ось таку функціју виконують? Я вогуле uważам, что то повинно быть от подставовки впровадзоны предмет. Мувјене, красомувство. Я взагалі вважаю, що вже в дыдачому садку мусіць біць такі предмет, як говоріння, тобто мистецтво красивого говоріння. Але то марзене. У нас ані в прцедшколу, ані в подставовеј школе, ані в ліцејм, так направде не ма емиски гуосу. Але це мріја. Ми не мајемо цього предмету ни в садку, ни в школі, ни в ліцеј. На счастье школа музычна, до которой ходи на пшклад моја цјрка, трца класа школу подставовеј. Тој школа артыстична даје такие можливости, що мајј вокал. На пшклад така школа музычна, до якого ходи моја донька, вона маје такий предмет и вона назваје це емисја гуосу. Ну, ну, вокалне зајјча хур, барзеј такі. Та емисја гуосу јд в рамах шпију. А, зајјча вокалом и хур. Бо емисја гуосу то јст троше інне. Так, то јст така типово шпија. Тој так, як показувајам на тей маје, правда, жа јест кој актор-вокаліста, актор-цирковој, але не ма актор-актор, чиј не ма предмету. Як я показувала на карте, що је актор-вокаліст, актор-цирковој, але немаје на пырклад актор, чи це був такі професійний актор. Ви говорили про хор и про співы, і тут було пытањя, чи можна надати, ну, там так бува, а хтось був мај фахові рекомендаціј щодо ведення рухів ў хоровому співі. Тобто, я так розумію, що дефицит саме таких рекомендаціј, коли при виконанні хорового твору, як саме музикантам, можна було фантомимично підкреслювати якісь певні відчуття. Ту ми претћумач, бо трохе змэчение мозгу. Пытання полега на тем, чи могла бы пани може порадзић штось для дирогенту хору, як дирогент хору може szczególне показаћ якісь szczególне, не знаю, характери, настрој, дирогујць утворем, дирогујць хорем. А в пантомимі важна ест вогуле идея, концепція напіња і контроли мяшни. В пантомимі дуже важлива е идея напіње, то ест... Фильновання контроли. Так, але напіње, то ест, кіде мя напряження по-россіську то бење, чули розслаблення та... На пружине та розслаблення. Так, на пружине та розслаблення рух. Важно ест то, щобе ćвичић, досконалић. Мј нежијцый јж мистцў мујње пачка пудењко запаћећ. Але пачка пудењко запаћећ. Čвиченије для мима. Пудењко запаћећ и една рэнкаў выўмаване запаћећ. Чућећам то на выкладах университетских. Мі, мастр, то ми такі авторитет, якій бже не жије, мені казав, чуће, то робите це з... 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 Так, запаћећки. Ні, 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 але я не памятаю, як це буде українсько. Я теж не. Запаћећке, не знаю, тобто однијј рукою треба відкривати і закривати. І выўмаваћ по еднај запаће. І так, кіка пудећ дземње. Матурећ. Так, і вона, Мартина, це робила на университетчі, коли вчулася. Але генералне ходзи о чистость, о паузе, о завішене гесту в прзестрені, умејеттость завішення гесту. Але найголовніше, власне, це дотиче гесту, паузы і як ми затримуємо гест в повітрі. Мартина, з попередньо наші розмовы, яка була з Михаћом, там було ще одне запитання, яке стосувалося того, чи дзйсно ви кожні п'ять років здајте іспити перед якоюсь комісією? Ви як выкладач, як фахівец, раз на п'ять років підтверджуйте свою квалифікацію выкладача? Ні, 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 не до конца так. То до певного моменту функционує, czyli до узыскання тега останнього этапу. Ця система працює на такій засаді, що треба ще п'ять років щось підтверджувати до того моменту, коли ти не дойдеш до останнього этапу. Пізніше вже не треба щось здавати і підтверджувати, що я добре, що я добре. Але багато хто з нас робить такі після университетське навчання. І пані Мартина в двох херунках вчилася ще після осьогнення останнього стопня. Тобто після завершення навчання ще закінчила два якихось курси. Так, так. Добре, а скажіть, будь ласка, як вам польського мову надіслали пост? Дякуємо дуже за фаховий виклад тематики. Ну, ми вам надійшлимо. І ще таке питання з чату в зумі. Чи приходиться Марсель Марсо родичем відомої французської акторки Софії Марсо? Такого пізнавального плану. Претумач, бо не знаю, о че ходить з Зофією і Марселем. Ну, ще раз. Чи са вони родзењтвем? Чи са вони поправнені? Так. Чеже муўоць, не справдзіўам дрзева генеалогічного. Я повинна перевірити, бо не перевірила генеалогічного дерева. Розуміла. У нас ерудити, викладачі мистецькі. Можливо? Можливо, так. Декілька разів ось питали питання, чи викладаються театралні дисципліни в мистецьких школах. Ви згадували саме проаматорські, а ось саме мистецькі школи, чи є там театралні дисципліни? Так, у нас є дуже багато шкіл wyжших і вогле дуже добре шкој для студентів. Только проблем є з приготуванням до егзамену, щоб там здаць. Але мистецькі шкој, czyli... Ходзі тут радзеј о шкој, не о шкоју віжшу. А ось мистецькі, чи як? Чи як би не зрозуміла? Чи не пред университетем. Чи шкоја, звыкла шкоја. Лицеј, гимназиј. Ні, ну влашне не ма, сај аматурські театры при шкојах, сај која, сај годзіни такого предмету, заяјча артистичны. Чи шкоја. Шкој прыватне, шкој прыватне, часамі в сиатце годзин уміешчајо. Заяјча театралне, або зајча фильмове. Часамі мајќ такі предмети, як театралне. Шкој стеатралне, шкој стеатралне. Аблето јс годзина тигоднијо најччај. Але це тільки одна годзина в тигодні, на тиджин. И то, бардзо жадко сајча практычне. Заяјча практычне, то провадзоў таци пасйонаци по лекцијах без пензи цэсто. Практычне заняття роблять ті пасйонати својј справи і взагалі часто не отримуюць за це грошей. Мы мај салэ за дармо в школе и мај степендијо на продукціј, на балетки, на строје. Але јзжиме јж на праклад за пензиодзе родзицуј, если мај појхаћ на бонус. Мы мај безкостојно ту кимнату де репетициј робимо бо це в школі. И мај мај степендијо від прэзидента Польщи на убране. Војбудство, а не Польща. Војбудство, а на кој то ест степендијо? То ест степендијо на продукціј конкретного спектаклу. Те спектакл, то фрагмент був видзочный. Ага. Та фунтације то са таке. Вито області ест степендијо, яку можна витратити на декорации, якісь вбрання и т.д. Але, наприклад, як колектиј десјиде, то вони мај шуць самі то купувати квитки, живлення и т.д. И ест смешне, бо зробиме спектакл, ест готове и не ма за ко го завезећ, гдејсь показаћ. И це на жаль дуже смешно, але таке сміх через слізы, що ми мајмо, ми зробили спектакл, але на жаль не можемо, не можемо його відвезти дес, бо немајмо грошей. Але десјиде са ѓдзелне, бо булисме јж в Харкове, в Кијове, в Одесј, в Камејцу подолске. Але десјиде са ёдзо дуже працовиці, власне те міста, які тараз мы услышали, це те міста, в яких десјиде були в Україні. А родице са ёсче дзелніші, бо працюю на білети. А батьки ще працовітіші, бо працюю на квітки. Пані Мартина, ми думаўмо, що ви теж, якщо буде ваша ласка, надасте нам ваші матеріали і наші слухачі могли б ще окремо ознайомитися, може поглибити деякі моменти, які їх зацікавили. Уже розмістися, committee чекавиле. Дзејиде са ш apartѐк-мухомет, а не реже cutѣ творише своў ponieważ шапу lagi. Ви поценијиде са ёс кошам страцьø ёс кое тоð ме острова і обе тараarreм. Ви complicated розміст ас pas то декарам каже. Одными reparоси мас Me фас пацени teѣ працю.